Привет из Дождевого Петербурга. К сожалению, у нас в середине января дожди, буквально недавно, неделю назад были очень сильные мороженые такие, прям, знаете, ну прям до дрожжи костей. Сейчас мы с вами прогуляемся по улице Пестеля и начнем нашу прогулку с Преображенского собора, который находится позади меня. В любое время, в любом месте, Питер в твоем кармане. Собор является полковым. Ранее на этом месте располагались казармы Преображенского полка, не без помощи которого взошла на престол Елизавета Петровна. В 1825 году случился ужасный пожар, который практически уничтожил кран. Своим нынешним строгим классическим видом он обязан архитектору Василию Стасову. Также по его проекту выполнили уникальную ограду. Основу ее составляют турецкие пушки, которые принимали участие в турецко-русской войне. Теперь же предлагаю вернуться немного к нашей замечательной прогулке по улице Пестеля. Ранее улица называлась Пантелеймоновская в честь Ситова Пантелеймона. Церковь была построена задолго до основания этой улицы. Ее мы увидим в самом конце. В 1923 году ее перенимовали в честь декабриста Пестеля. На этой улице когда-то Чайковский пил чай, вродил Бродский. На этой улице также очень много доходных домов, например. Дом Оливио, дом Композиторов, дом Радькова-Роженого, дом Мерузи и многие-многие другие доходные жилые дома. И если стоять на пересечении Литейного проспекта и улицы Пестеля и загадать желание, то оно обязательно сбудется. Всем привет, мои дорогие любители Петербурга. Питер-Рармани на связи. Сейчас у меня для вас отличная новость. В Фантасте появилась платная подписка Ракадона. Можете оформить подписку на целый год и получать индивидуальный контент только для вас. Подписывайтесь. А вот это самая Пантелеймоновская церковь, которую построили еще и при Петре Первом. Она также является памятником русской воинской морской славы. Постепенно здание расширяли, добавляли ему убранство, обрельефы. Одно время даже здесь было благородительное общество, которое содержало женское бугоделье и детский пиле. А в советское время здесь даже находился ткацкий цех. Ну вот наша небольшая прогулка по этой улице замечательная подошла к концу. Я их немножечко промок. Сейчас подъеду по своим делам. А ты, пожалуйста, убедительно тебе рекомендую подписаться на мою группу ВКонтакте, на Ютуб-канал. Не забывай, пожалуйста, ставить лайк, подписываться. И про мой замечательный мерч, который ты можешь приобрести в группе ВК. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому